К другим темам. Во дворце Спортовидное состоялась встреча главы района Олега Хромова с коллективом Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. В данную структуру входят службы теплосети, электросети и водоканала. Во вступительной речи глава отметил достижения сотрудников в уходящем году и рассказал о развитии отрасли. Мы должны максимально консолидировать в том числе и все системы жизнеобеспечения. Мы ведем переговоры по увеличению тепловых мощностей вашего предприятия, в том числе за счет прироста новых источников, которые построены уже в новых микрорайонах, чтобы это все была единая консолидированная система. Затем Олег Хромов предложил построить встречу в формате диалога и призвал собравшихся задавать волнующих вопросы, причем не только как работников производственно-технических служб, но и просто как жителей района. Главе был задан актуальный во все времена квартирный вопрос, касающийся служебного жилья. Мы приняли решение и выдаем сейчас жилье служебное, но уходя на пенсию, по измечению выслуги, этот человек, это жилье может приватизировать. И такое право мы за ним оставляем. Большое внимание Олег Хромов уделил теме оптимизации аппарата власти в муниципалитете. По его словам, за последние два года удалось сократить количество чиновников с 700 до 400 человек, благодаря чему появилась возможность направить большую сумму бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий и другие необходимые нужды. Также была поднята транспортная проблема. По итогам встречи будут рассмотрены просьбы жителей о запуске общественного транспорта в микрорайон Зеленой аллеи и об организации дополнительных парковочных мест около детской школы искусств. Сами сотрудники ПТО городского хозяйства отмечают важность подобных мероприятий. Встречи с любым руководителем района, области, города всегда приносят только пользу населению, потому что можно высказать любые пожелания, задать любой вопрос и получить на него, в принципе, исчерпывающий ответ.